На повестке очередного заседания вопросы повышения размера оплаты за обучение в детских музыкальных школах, школах искусств и детской художественной школе, отдачи согласия на назначение Марины Цугба на должность директора департамента по социальным вопросам и Алмасхана Ибжноу на должность директора департамента экономики и транспорта. Также депутаты рассмотрели внесение изменений в положение об общественной комиссии при Сухумском городском собрании по наименованию переименованию улиц, проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установления мемориальных досок. Была просьба от общественной комиссии включить дополнительные вопросы по мемориале Цугба по улице Воронова, 26. Все материалы тоже перед вами. Вопрос о повышении размера оплаты за обучение в детских музыкальных школах, школах искусств и детской художественной школе до 2000 рублей вызвал дискуссию. По словам председателя городского собрания Дмитрия Осия, с такой просьбой в Сухумское городское собрание обратилось Управление культуры столичной администрации. Все вместе, вместе с депутатами, с председателем, с некоторыми депутатами, с директорами школ мы обсудили этот вопрос и посчитали, что будет правильным эту ставку увеличить до 1200 рублей, как администрация города поддерживает, если собрание примет такое решение. Здесь вопрос идет о том, что есть какие-то определенные вещи, которые нужны музыкальным школам, какие-то мелочи и все остальное. То, что им сложно, значит, это за счет бюджета, который им, как говорится, предписан, предоставлен, все это дело. Им нужно какие-то небольшие оперативные дела решить. Эти все средства на спецсчета зачисляются, соответственно, по спецсчетам они тоже готовы отдельно, что делать и депутатам, и, соответственно, нам, как администрации. Сумма взноса на сегодняшний день составляет 600 рублей в год или 50 рублей в месяц. В последний раз оплата за обучение была повышена в 2009 году. Депутаты предложили повышать стоимость обучения постепенно, начиная с 1200 рублей в год. Сегодня я предлагаю также поднять данную сумму до 1200 рублей в год, обусловлено тем, что эти средства, они не идут на счет администрации. Это отдельные средства, которые будут распоряжаться сами школам на приобретение оборудования, которое уже давно вышло из строя в большинстве своем. В ходе голосования большинство депутатов проголосовали против повышения стоимости обучения. Давид Чхиидзе, председатель комиссии по бюджету, налогам, финансам, экономике и прогнозированию, отметил, что повышение цены может негативно сказаться на населении. Людям сложно платить, 1200 рублей сложно платить, потому что многие, кто живет на новом районе, кто-то живет в Синопе, кто-то еще в летожем, помимо обучения не надо на проект потратить, на многие вопросы. Выходить из ситуации поднятием на 600 рублей на 100% обучения и из-за людей, которые нуждаются в том, что было 600 рублей, и выходить из этой ситуации, я считаю, неправильно, и в этом нет необходимости. Депутаты горсобрания приняли решение о назначении на должность директора департамента по социальным вопросам Марины Цукба и Алмазхана Ибжноу на должность директора департамента экономики и транспорта. Также внесено изменения в положение об общественной комиссии по наименованию, переименованию проспектов, проездов, переулков, парков, скверов, бульваров, площадей и установлению мемориальных досок. Теперь по отдельным, не терпящим отлагательств вопросам допускается принятие решения опросом по указанию председателя комиссии и согласованию с председателем Сухумского горсобрания. В завершение было одобрено предложение об установлении памятной доски на доме, где проживала народная артистка Абхазской АССР Минадора Зухба. Рада Чачава, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.